Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки. Сегодня мы будем слушать сказку «Пастушка и трубочист». Итак, видали ли вы когда-нибудь старинный-старинный шкаф, почерневший от времени и весь изукрашенный резьбою в виде разных завитушек, цветов и листьев? Такой вот точный шкаф наследства после прабабушки. И стоял в комнате, он был весь покрыт резьбой, розами, тюльпанами и самыми причудливыми завитушками. Между ними высовывались маленькие оленьи головы с ветвистыми рогами, а по самой середине был вырезан целый человечек. На него невозможно было глядеть без смеха, да и сам он преуморительно скалил зубы. Такую гримасу уж никак не назовешь улыбкой. У него были козлиные ноги, маленькие рожки на лбу и длинная борода. Дети звали его обер-унтер-генерал-комиссар-сержант-ковзлонок. Трудно и выговорить такое имя, и немногие-то удостаиваются подобного титула. Зато и вырезать такую фигуру стоило немалого труда. Ну да, все-таки вырезали. Он вечно глядел на подзеркальный столик, где стояла прелестная фарфоровая пастушка. Башмачки на ней были вызолоченные, платьица слегка приподнята и подколота алой розой. На головке красовалась золотая шляпа, а в руках пастуший посох. Ну просто прелесть! Рядом с нею стоял трубочист, черный как уголь, но, впрочем, тоже из фарфора. И сам по себе такой же чистенький и миленький, как всякая фарфоровая статуэтка. Он ведь только представлял трубочиста, и мастер точно так же мог бы сделать из него принца все равно. Он примело держал в руках свою лестницу. Личико у него было белое, а щеки розовые, как у барышни, и это было немножко неправильно. Следовало бы ему быть почернее. Он стоял рядом с пастушкой, так и поставили, так они и стояли. Стояли-стояли, да и обручились. Они были отличной парочкой. Оба молоды, оба из одинакового фарфора и оба одинаково хрупкие. Тут же стояла еще одна кукла, в три раза больше их. Это был старый китаец, с кивающей головой. Он был тоже фарфоровый и называл себя дедушкой маленькой пастушки. Но доказать этого, кажется, не мог. Он утверждал, что имеет над нею власть. И потому кивал головой обер-унтер-генерал-комиссар-сержанту Козлоногу, который сватался за пастушку. — Вот так муж у тебя будет, — сказал старый китаец-пастушки. — Я думаю даже, что он из красного дерева. Он сделает тебя обер-унтер-генерал-комиссар-сержантшей. И у него целый шкаф серебра, не говоря уже о том, что лежит в потаенных ящиках. — Я не хочу в темный шкаф, — сказала пастушка. Говорят, у него там одиннадцать фарфоровых жен. — Так ты будешь двенадцатой, — ответил китаец. — Ночью, как только в старом шкафу треснет, мы сыграем вашу свадьбу. Да-да, не будь я китайцем. Тут он кимнул головой и заснул. Пастушка плакала и смотрела на своего милого. — Право, я попрошу тебя, — сказала она, — бежать со мной, куда глаза глядят. Тут нам нельзя оставаться. — Твои желания мои, — ответил трубочистик. — Пойдем же скорее. Я думаю, что смогу прокормить тебя своим ремеслом. — Только бы нам удалось спуститься со столика, — сказала она. — Я не успокоюсь, пока мы не будем далеко-далеко отсюда. Трубочистик успокаивал ее и указывал, куда лучше ступать ножкой, на какой выступ или золоченую завитушку резных ножек стола. Лестница его тоже сослужила им немалую службу. Таким образом они благополучно спустились на пол. Но, взглянув на старый шкаф, они увидали там страшный переполох. Резные олени далеко-далеко вытянули вперед головы с рогами и мотали ими. А опер-унтергенерал-комиссар-сержант Козлонок высоко подпрыгнул и закричал старому китайцу «Бегут! Бегут!» Беглецы испугались и поскорее шмыгнули в ящик передоконного возвышения. Тут лежали три-четыре неполные колоды карт и кукольный театр. Он был кое-как уставлен, и на сцене шло представление. Все дамы и бубновые, и червонные, и трифовые, и пиковые сидели в первом ряду и обмахивались своими тюльпанами. Позади них стояли валеты и старались показать, что они о двух головах, как и все карты. В пьесе изображались страдания влюбленной парочки, которую разлучали. Пастушка заплакала. Это было ведь точь-в-точь их собственная история. «Нет, я не вынесу», — сказала она трубочисту. «Уйдем отсюда». Но, очутившись опять на полу, они увидали, что старый китаец проснулся и весь качался из стороны в сторону. Внутри его катался свинцовый шарик. «Ай! Старый китаец идет к нам!» — закричала пастушка. И в отчаянии упала на свои тонкие фарфоровые коленки. «Стой!» — мне пришла в голову мысль, — сказал трубочист. «Видишь, вон там в углу большую вазу с сушеными душистыми травами и цветами. Влезем в нее. Там мы будем лежать на розах и лаванде. А если китаец подойдет к нам, засыплем ему глаза солью». «Нет, это не годится!» — сказала она. «Я знаю, что старый китаец и ваза были когда-то помолвлены, а в таких случаях всегда ведь сохраняются добрые отношения. Нет, нам остается только пуститься по белу свету, куда глаза глядят». «А хватит ли у тебя мужества идти за мною всюду?» — спросил трубочист. «Подумала ли ты, как велик свет? Подумала ли о том, что нам уже нельзя будет вернуться назад?» «Да, да», — отвечала она. Трубочист пристально посмотрел на нее и сказал. «Моя дорога идет через дымовую трубу. Хватит ли у тебя мужества вскарабкаться со мной в печку и пробраться по коленчатым переходам трубы? «Там-то уж я знаю, что мне делать. Мы заберемся так высоко, что нас не достанут. В самом же верху есть дыра, через нее можно выбраться на белый свет». И он повел ее к печке. «Как тут черно?» — сказала она, но все-таки полезла за ним в печку и в трубку, где было темно, как ночью. «Ну вот, мы и в трубе», — сказал он. «Смотри, смотри, прямо над нами сияет чудесная звездочка». На небе и в самом деле сияла звезда, точно указывая им дорогу. А они все лезли и лезли выше да выше. Дорога была ужасная, но трубочист поддерживал пастушку и указывал, куда ей удобнее и лучше ставить фарфоровые ножки. Наконец они достигли края трубы и уселись на нее. Они очень устали, и было отчего. Небо, усеянное звездами, было над ними, а все дымовые крыши под ними. С этой высоты глазам им открывалось огромное пространство. Бедная пастушка никак не думала, чтобы свет был так велик. Она склонилась головкой к плечу трубочистика и заплакала. Слезы покатились ей на грудь и разом смыли всю позолоту с ее пояса. «Нет, это уж слишком», — сказала она, — «я не вынесу. Свет слишком велик». «Ах, если бы я опять стояла на подзеркальном столике! Я не успокоюсь, пока не вернусь туда. Я пошла за тобой, куда глаза глядят. Теперь проводи же меня обратно, если любишь меня». Трубочист стал ее уговаривать, напоминал ей о старом китайце и об обер-унтер-генерал-комиссар-сержанте Козлоноге, но она только рыдала и крепко целовала своего милого. Что ему оставалось делать? Пришлось уступить, хотя и не следовало. И вот они с большим трудом спустились по трубе обратно вниз. Нелегко это было. Очутившись опять в темной печке, они сначала постояли несколько минут за дверцами, прислушиваясь к тому, что творится в комнате. А там было тихо, и они выглянули. «Ах!» — на полу валялся старый китаец. Он свалился со стола, собираясь спуститься за ними в доконку и разбился на три части. Спина так вся и отлетела прочь, а голова закатилась в угол. Обер-унтер-генерал-комиссар-сержант Козлоног стоял, как всегда, на своем месте и раздумывал. «Ах! Какой ужас!» — воскликнула пастушка. «Старый дедушка разбился в куски, и мы всему виною. Ах! Я не переживу этого!» И она заломила свои крошечные ручки. «Его можно починить!» — сказал трубочист. «Его отлично можно починить!» «Только не волнуйся!» Ему приклеят спину, а в затылок забьют хорошую заклепку. Он будет совсем как новый и успеет еще наделать нам много неприятностей. «Ты думаешь?» — спросила она. И они опять скарабкались на столик, где стояли прежде. «Вот куда мы ушли!» — сказал трубочист. «Стоило беспокоиться!» «Только бы дедушку починили!» — сказала пастушка. «Или это очень дорого обойдется!» Но дедушку починили, приклеили ему спину и забили хорошую заклепку в шею. Он стал как новый, только кивать головой больше не мог. «Вы что-то загордились с тех пор, как разбились?» — сказал ему обер-унтер-генерал-комиссар сержант Козлонок. «А мне кажется, тут нечем особенно гордиться. Что же, отдадут ее за меня или нет? Трубочист и пастушка с мольбой взглянули на старого китайца. Они так боялись, что он кивнет, но он не мог, хоть и не хотел в этом признаться. Не очень-то приятно рассказывать всем и каждому, что у тебя в затылке заклепка. Так фарфоровая парочка и осталось стоять рядышком. Пастушка и трубочист благословляли дедушкину заклепку и любили друг друга, пока не разбились. Вот и сказке конец, а кто слушал — молодец! Понравилось видео? Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии, жми на колокольчик и заглядывай в описание под видео. До встречи в новых видео!